Всем привет! С вами Александр. Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня пойдет речь о калориях, а точнее как рассчитать количество килокалорий, которые мы сжигаем и в состоянии покоя. Созывается основной обмен, да? И когда мы занимаемся спортом, разумеется. Что такое калории, как они в принципе работают, я уже писал в своем прошлом ролике. Посмотрите, вот здесь обязательно ссылочка будет и в описании под роликом. Ну а теперь к расчетам. Итак, рассчитывается суточная норма потребления калорий из нескольких факторов. Самый крупный из них это основной обмен, так называемый. Он рассчитывается по очень простой формуле. На самом деле очень много всяких разных калькуляторов есть в интернете. И видеороликов, и методы подсчета, и сами итоговые цифры бывают разнятся. Но более-менее примерно питать, я думаю, можно все эти показатели. Итак, первое. Основной обмен это сколько калорий ваш организм затрачивает в состоянии полного покоя. То есть на поддержание жизнедеятельности вашей. Как я уже говорил в прошлых своих роликах, на дыхание, на пищеварение, на кровеносную систему. Все-все органы работают, затрачивают энергию. Умственная деятельность и так далее. Это если даже учитывать то, что вы не двигаетесь, не шевелитесь, никуда не ходите, а вот лежите просто в кровати. Итак, на все это дело тратится примерно одна калория на килограмм веса тела. Если я, к примеру, вешу сейчас 90 килограмм, ну уже меньше, там 89, 89. Это значит 89 калорий в час у меня сгорает автоматически на поддержание жизнедеятельности. И мы это умножаем на сутки. Получается 2136 калорий у меня сгорает просто так, если я не делаю ничего абсолютно. Также хочу обратить внимание на то, что у женщин этот показатель будет на 10% меньше. Дальше второй параметр, самый сложный, который высчитать практически нереально. Очень точен. Это коэффициент физической активности, то есть то, что вы делаете в течение суток. Это поход в магазин и какие-то дела домашние, что-то тяжелое делать. То есть каждый день вы делаете разные дела. Может кто-то одинаковое делает, им попроще будет. Ну в общем много всяких формул я понаходил. Не совсем разобрался, как там точно высчитывать все-таки. Особенно в данный момент, когда я нахожусь на даче. То есть сегодня я копаю грядку, землю. На это может потратиться и тысячу, и полторы тысячи калорий. Завтра, например, будет дождь и ничего не буду делать. Так подумал, может что-нибудь поделаю немножко. Там потратится 400-500 калорий именно на физическую активность. Поэтому цифру у меня скорее всего может быть не точная, но я взял примерно так. Совсем-совсем на скидку. Прикинул, сколько примерно я могу сжигать, если все это дело разделить на каждый день. Сегодня, допустим, мало, завтра много. И что-то примерно у меня получилось около 700. В общем, не знаю, как этот параметр поточнее высчитать. Ну, также много примеров я видел, кто люди считали, описывали свои действия. Тоже у них примерно похожие цифры получались. В общем, я отсюда, я ориентируюсь от этой цифры. И вот к этой цифре я прибавляю 700. Получилось уже 2836. Итак, третий параметр это тренировка, то есть тренировочный день. Сколько затрачивается калорий в тренировочный день. Считается тоже простая формула. Вес тела умножаем на коэффициент 7. И да, забыл добавить, что эта цифра тоже примерная, потому что тренировка тоже бывает разной интенсивности. Но это в среднем все равно цифра. И при условии, если тренировка длится 1 час. Возьмем 89, умножаем на 7. Получается 623 килокалории. Я их прибавляю сюда же. И четвертое это пищевой термогенез. То есть на переваривание пищи, всей пищи, которой мы потребляем, всех калорий, у нас уходит приблизительно 10% вот этих калорий. То есть чтобы переварить эту пищу, уже начинают сгорать калории. Поэтому мы прибавляем еще 340, ну чтобы округлить, 346 калорий. Итого получается, вот я здесь пометил 3805 килокалорий. Это в тренировочный день. Если вы в этот день не тренируетесь, то складываем вот эти два параметра. Основной обмен и физическая активность обычно получается 2836. И к этой уже цифре прибавляем 10%. 283. Получается 319. И что у нас в итоге получается? Вот эта цифра 3805, это получается в тренировочный день. Например, это на моем личном примере, да? У вас, конечно, будут другие цифры. И нетренировочный день, когда я не тренируюсь. 3119. Это количество килокалорий, которые вам необходимо потреблять на все свои вот эти вот суточные нужды. Если вы будете есть ровно столько килокалорий, вы не будете ни худеть, ни поправляться. То есть это вот сколько у вас уходит. От этой цифры нужно уже дальше писать, смотря что вы хотите. Если вы хотите похудеть, то нужно съедать, разумеется, меньше, чем вот это количество. Если вы наоборот, на массонаборе, то вам нужно потреблять больше калорий, чем вот здесь, чем эта цифра. Ну и чем вот это, если не тренировочный. Все очень просто рассчитывается на самом деле. И также, ребят, не забывайте еще один такой параметр, как резкие скачки инсулина. Это тоже нужно учитывать. Посмотрите мой ролик по инсулину на канале. Потому что высокие скачки инсулина очень сильно блокируют жиросжигание. Но об этом тоже в том ролике посмотрите обязательно. И бывает такое, что вы съели меньше калорий, но у этих калорий было достаточно много сахара сладкого или быстрых углеводов. У вас резко скакнул инсулин и остановилось жиросжигание. Поэтому правильное питание тоже нужно сюда учитывать. Помните об этом. И вот, к примеру, я примерно прикинул один из своих рационов суточных по питанию. Этих таблиц калорийности очень много в интернете. Можно легко посчитать, насколько человек съедает. То есть я сейчас нахожусь в фазе жиросжигания, поэтому мне нужен дефицит калорий. И вот так вот примерно я питаюсь, примерно мой рацион. Он, конечно же, разнообразный. Но вот я взял, например, вчерашний день свой, посчитал. И получилось вот так вот. Гречка, например, на завтрак у меня это 570 калорий. Плюс 3 яйца 225. С куриной грудкой обжаренной вместе. 240 калорий и 225. И плюс вот я сюда тоже масло учитываю, подсолнечное, на котором жарится все это. Дальше на ужин у меня творог с кефиром тоже посчитал. Зелень. Зелень я тоже сюда посыпаю. В общем, вы увидите в моих роликах. Я буду тоже показывать, как я питаюсь. И получилась цифра примерно 1485 калорий. То есть я еду, разумеется, не взвешиваю. Поэтому вот эти цифры в граммах это примерные цифры. Я на вскидку определяю, сколько. Ну, плюс-минус тарелка, там, да, грамм 300, наверное, и получается гречка, к примеру. Здесь я с учетом молока уже взял 570. И получилось 1485 калорий я съедаю. А сжигаю, например, в обычный нетренировочный день 3119 калорий. Если отнять отсюда 3119, это нетренировочный день, то мой дефицит калорий получается 1634 калорий я сжигаю в сутки. Но на этом тоже не стоит расслабляться. Вроде цифра такая большая, да, но на похудение это не так уж сильно отражается. Почему? Потому что если брать чистый жир, который мы хотим растопить, да, сжечь лишний жир свой, то не нужно забывать, что 1 грамм жира, чтобы сжечь, нужно сжечь 9 килокалорий. Соответственно, чтобы сжечь 1 килограмм жира, нужно 9000 килокалорий. А я в сутки сжигаю только 1634 калории лишние. Это не тренировочный день. Разумеется, в тренировочный день гораздо больше. Там получается больше 2000 килокалорий дефицит у меня в тренировочный день. Поэтому все это гораздо быстрее. В итоге что получается? Чтобы вам, например, за 3 дня скинуть 1 килограмм жира, вам нужно сжигать в сутки 3000 килокалорий лишних. То есть, если их умножить на 3 дня, получается 9000 килокалорий. То есть, 1 килограмм чистого жира за 3 дня растопить, чтобы нужно сделать дефицит калорий в 3000 килокалорий. Это очень сложно. Это должна быть очень сильная нагрузка. Но вот у меня примерно 2500 получается. То есть, если не учитывать загрузочные дни, если бы у меня их не было, и я каждый день бы тратил по 2500, да, и вот если тренировочный день умножить, например, на 3 дня, то получается все равно чуть меньше килограмма я теряю каждые 3 дня. Чуть меньше килограмма. Но плюс у меня есть загрузочные дни, и иногда, если я чувствую, что я слишком разгоняюсь, то я и к этим продуктам тоже немножечко добавляю какой-нибудь еды, калорий, чтобы не было слишком сильное, да, чтобы килограмм у меня уходил не каждые 5-6 дней, но примерно полторы-две недели. И, к примеру, если взять вот мои нетренировочные дни, дефицит калорий у меня составляет 1634, умножаем их, например, на 10 дней. Если 10 дней так питаться, то получится 16000, то есть почти 2 килограмма за 10 дней. 2 килограмма это 18000 калорий, у меня 16300 получилось. То есть где-то это 1,8 кг, 1,8 кг, 1,8 кг, наверное. Ну, в общем, не суть. Я очень надеюсь, что я более-менее доступно объяснил, чтобы вы могли посчитать калории, сколько вам нужно съедать, чтобы худеть, например, с той или иной скоростью. Ничего здесь сложного нет. Большая к вам просьба, напишите, пожалуйста, в комментарии, доступно ли я объяснил, как все это считать. То есть вы, разумеется, свои цифры, свои показатели, свои продукты здесь пропишите. Но примерно принцип подсчета напишите, мне будет очень интересно знать это. И не забывайте ставить лайк под этим видео. Делитесь тоже этим роликом в своих социальных сетях по кнопочке поделиться под видео. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.